Засыпай Тоня светит, танцует Рио Риту Веки полу прикрыв этот странный мотив Позабыть не могу я никак Ах, Рио Рита, как высоко плыла ты над нами Через страх и озноб, через восток побед Аргентины далекой привет Ах, Рио Рита, как плескало все алые знамя В нашей юной стране, тут каждый юный вдвойне Где все это не было и нет Папушка, Ида, где вы? Надька, стой! Надька, пошли назад! Надя! Папушка! Где вы? Тоня, на выход, на выход! Соваида! Туда, на выход, быстро! Давай, 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 на выход! Туда, бегу! Ау! Ау! Рыба! Да всё, два семьсот сорок пять сантиметров, дочка у тебя папаша. Поперёк встала. Но ничего, главное, чтоб потом, по жизни, поперёк не вставала. Доченька? Да. Ты чего, Лёша? А ну дай, сердечко пошаливает. Проще десять боевых, чем один. Такой. Вы из гарнизона? Да. Звонят вам срочно. Ищут вас. Пожар там. Ищут вас. Спасибо. Спасибо. Папа! Чего же вы так сегодня все меня пугаете, а? Да. Пап, я коробку с вашими письмами и документами спослала. Целенькие. Ярцев приказал заселиться в контейнеры для перевозки самолётов, бить или не зимающих. А как же дети здесь спать будут? А ну-ка здесь, пока поиграйте, слышите? Давай, ты к Семёнову, я в столовку. Терехов? За нецелевое использование лётной машины жду докладную. Есть докладную. Товарищ полковник решить обратиться. Вы так за что с людьми? В доме же место есть. Давайте детей расселим. Это штаб, а не ночлежка. Особая, что ли? Будете, как все. Здравствуй, Лёша. А ей можно? Извините, Розочка, вам можно, детям тем более. Я места посмотрю. Ну, куда ты, Терехов? Иди. Товарищ полковник, руки уби… Ну и… Ты чего, Лёш, делаешь-то? О, гусик мой. Пойди. А вот это ты уже зря, Терехов. Терехов. Да. Это ж мы с вашей мамой когда-то. Ни дня без строчки. Ты… И что, смотри, с соловьем заливаюсь. Прошу прощения. Да и объяснение. Столько чепухи всякой. Разве любовь чепуха? Нет, конечно, Надежда. Пап, я ваша с мамой надежда на счастье? Ты маму так называешь. Она первая, а я вторая. Да? Иди сюда. Я вам так скажу. Вы, и только вы, наша с мамой надежда на счастье. Лёш, личное оружие на учет требуется. Твой ТТ не сгорел? Конечно, нет. Всегда при мне. Что это за учет такой? Лёш, вы арестованы, майор Терехов. И сейчас поедете с нами. Ярцев, сволочь. А это что за документы? Это письма. Это личные письма. Ну, пусть девочка побегает. Выводите его, ребята. Катерина Афанасьевна, а вы тут какими судьбами? Да вызвали Колю моего. Вот стою, жду. Ну, привет ему. И вам здравия желаю. Спасибо. Документы на тебя были готовы еще в сорок пятом. Потом притормозили. Ну, ты сам понимаешь, что и как. И помни про плен. Странный свой. Помни. Человек забыть может, а бумага нет. Отправили на доследование. И вот. Николай Ильич, что ты как на новые ворота? Считать разучился? Тебе присвоили звание Героя Советского Союза. Да, с опозданием. Понимаю. Но лучше поздно, чем никак. Или ты что, другого приказа ждал, да? Да. Да. Дай жене бы твоей орден по-хорошему, что историю ты с расхитителями сколыхнула, а мы им по шеям. Коля! 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 Нет. Не так я ее хотел получить. Ложка к обеду хороша. При вожде, значит, не заслужил. А сейчас за что? За то, что дождался. От таких наград не отказываются. Эта звездочка тебе многие двери открыть сможет. Пойдешь просить за Алексея. Тем более, насмешка какая-то. Траву в стране. Взять в тюрьме. А я праздновать. Я приму ее. Только за тех, кто должен был получить такие же. Услови. Услови. Она до ночи орать будет. А мы уже были завтра утром. Ну что мне, на улицу с ней что ли? Ну успокойся, пожалуйста. Успокойся. Тише, тише, тише. Ой. Вот так. Давай. Так тепло. Как они вели себя без меня? Ничего. Все миром обхаживали. Молодцом держались. А Леша мне ничего не оставил? Ни письма, ни записки? Тише, тише, тише. Натя, ты прости меня. Ярцев твоего Лешку на гарнизонной кубе две недели держал. А потом его в область отправили. Там говорят, дело завели. Все очень плохо. Ордена отобрали. Следствие. А твой, Тимофей, как? Ай, ну не обгорела тут. Ухаживаю за ним. Пить стал. Жить не хочет. Ничего ему, ни я, ни Шурка не нужна. Ничего. Только спирт один ему теперь и нужен. Жрать она хочет. Сама-то полуголодная. Знаю, что вас в Пайкале сшили пока следствия. Молоко у тебя пустое. Вот она и не наедается. Я тоже кушать хочу. Ты нытик, Витька. Спи давай. Во сне не так сильно есть хочется. Чем могу. Сама знаешь, неживую. И не реви. Молоко горчить будет. Вернется твой Алексей. Разберутся и вернется. Ешьте. Я сама два голода пережила и скажу. Ничего вкуснее хлеба нету. Спасибо. Спасибо. Надюша. Спасибо. Папаше в тюрьму захотела. Мой папа — герой. А вы — сволочь, товарищ подполковник. Просто зови охрану. Поедешь в колонию. Ну что, что? Прилипла. Стой здесь. Надя, иди. Иди, иди отсюда. Не смей. Они и так голодают. По твоей милости. Успокойся, Матвей Еремеевич. Ну ты ж, ну ты ж хороший мужик. Ну отстань ты от них. Успокойся. Вот только не надо на меня так смотреть. Это, между прочим, для тебя и для мамы. Вот, смотри. Эй, трофейная, к тебе бабушка приехала. Я тебе сейчас так начал баню. Бабушка? Бабушка! Бабуля! Бабушка! Может ей рассказать, кто ее отец, мать, кем вы ей приходитесь, а? Нет, Надюш. Но, братца, а ее, допустим, смолчишь. С фаворийной стороны, какая правда? Степан расстрелян. Брак народа. Я бывшая зайчика. Когда добьешься Степана о правде, тогда и расскажем, из какой она семьи. Добьетесь? Теперь и да. Представляю, какой праздник нынче в лагерях, что усатый. Сдох. Иди сюда. Ключи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кого собери. А я на днях про рыцари читала. У их дам сердца целый кодекс чести был. Дама не может отказать своему рыцарю в любви из-за увечья, полученного в бою. Ибо доблесть и честь должны возбуждать любовь. Иди, Сима. Не так тошно. Жалеешь, урода. Выпить дай. И чем больше увечий, тем больше и доблесть. Съешь ложечку, мой рыцарь любимый. Ну, давай, съешь, и я пойду. Тим. А я тебя все равно люблю, мой рыцарь любимый. Димочка, ну, я уже на работу опаздываю. Димочка, ну, я уже на работу опаздываю. Здрасте. Там пробить. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь, тварь? А? Что ты делаешь? Крап. Витька, я тебе объясняю. Немецкий язык не виноват, что на нем фашисты говорили. На нем еще Бетховен разговаривал, Моцарт, Петр. Здрасте. А вы где Тимми? Ага. Странный солдат. Больше похоже на... У него еще и зубы железные. И рисунки на руке. Это наколки. А где мама? Бабушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выполняю свою работу, Терехова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если есть недоверие к человеку, значит, возникло оно не зря. Ну, мне кажется, мы оба знаем, почему оно возникло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня милый баловал, толковал мне про любовь. Я сидела, слушала, четыре пайки скушала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего не на работе, Короля? Извините. Ой. Стой. Не рыпайся. Снимай. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Может быть, вы мне скажете, что... Что я должна сделать, чтобы вы отстали от моего мужа. Надя! Мама! Там из лагеря в солдат переедились! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди сюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А-а-а! Выводи давай, давай, выводи. Железный ящик у меня на столе, принеси. Только быстро, Рома. Потерпи, потерпи. Из лагеря обрежаешь, а по мнистигу. А, не будет что-то. Ничего, до свадьбы заживешь, да? Терпи. Держи, скотина! Девчата, нам не положено. Как это? Нам не положено. Есть начальство. Слушай, оно… Как начальство? Вы пишите заявление. Не верится прям. Чего так Ярцев передумал? Старшей дочери скажешь спасибо. Поехали домой, детей пора кормить. Поехали. Да-да, Вася. Прямо из академии позвонил. Скорей говорит, а то Николай Ильич чудит. Пойдемте, Катерина, Вася. Я его с оружием после войны первый раз вижу. Его об отставке известили, ну и вот оно что. Я сама туда, вам не надо. Коля! Коля! Коленька! Зачем пистолет? Уйди, я жду кадровика. А я сейчас уйду? Да я сейчас уйду. Ты только его мне отдай. Катя, я просто объясню, что я вот это вот подписывать не буду. А он нужен, если не поймут. Коленька, родной, ты сам-то пойми, за тебя уже все подписали. Этого не изменить. Ну. Я отсюда никуда не уйду, пока ты в таком состоянии. Слышь, Николай Ильич, дай пистолет. Да пусти, пусти ты! Да что же, бабушка, что ли, какая? На печи. Если б ты командуешь. Я офицер. А ты потом можешь, как угодно, мне наказывать. Хочешь лише звание. Хочешь с ними с удовольствием. Придирай. Только, только кроме службы тебе езди, а. Есть наши дети. Внуки. Обидно, что ты про это забыла. Ты что? Это ведь пенсия, а не смертная казнь. Папа. 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 Иди сюда, Леночка. Папа. Сейчас он выйдет. Сразу за мной был. Папа. 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 Ты так больше, Реша. Не могу делать вид, что всё в порядке, хотя я давно знаю про твоё сердце. Не пущу больше тебя летать. И ни один генерал мне ничего не сделает. Понятно? Возьми фуражку и отнеси домой. Быстрее. Молчишь? Я прошу тебя, ну, пожалуйста, уходи с летной работы. У меня, правда, нет больше сил сидеть дома и ждать. Вернёшься, не вернёшься. Хотя молодые ребята, здоровые, разбиваются. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Молчишь, что-то про меня, как про развалина. Сима что-нибудь нашептала? Она много раз мне предлагала. Давай, говорит, спешу, давай сообщу. Предлагала. Ах, он что. Ну, и чего не списали? Сидел бы дома, под юбкой. Да потому что я вижу, что с тобой происходит ночью. Вижу, как ты летаешь, звено в бой ведёшь, как руками машешь. Всё это я вижу, Лёша. Говорю ей всё время, молчи, молчи. Ну, теперь не буду. Пусть. Пусть остраняет. Не могу больше. Молчишь, ну, Василий, родители твои приехали. Это как в трауре. Я живу, я здесь. Ну, что ты говоришь такое? Это всё, что я заслужила? Я столько лет с тобой, с детьми, по этим чёртовым гарнизонам. И это всё, что я заслужила. Нормальные семьи ездят на юг каждый год. Спасибо большое. Стыдно мне, что я вот здесь, с таким. Ну? Что, мне ударить его? Подходи. Терехов, не отвлекайся. Там всё равно у тебя текста нет. Терехов, не отвлекайся. Ну, бей его. Маш, ну ты чего? Умные все. Сама попробуй. Ну, делов-то, Маш. Не, ну я так не могу. Витька, иди сюда. Иди сюда. Так. Ты, негодяй! Плесень настенная! Сам гнилой и мысли твои! Стыдно мне за тебя! Маленька, прости. Прости, пожалуйста. Я не хотела так сильно. Да ничего, ничего. Больно? Не больно вообще. Видишь, как надо играть. Вы, правда, текст переврали немножко. Но ничего, она будет играть. Надь, ты будешь играть. Им легче это всё изображать. Они же брат и сестра, а я стесняюсь. Я никогда не хотел быть офицером. Жизнь заставила, а теперь тем более не хочу. После того, как мне в душу плюнули. Надь, я… Нам это приеде играть, а он даже на сцене такие слова не примет. Какая разница тебе, что дед подумает? Ты, главное, смотри на меня сейчас, как он на неё в фильме. Помнишь? Ну, смотри. Ну, смотри. Ну, давай дальше. Твой текст. А, забыл. Мам, переехали полгода назад. А новоселье вот только. И самое сложное — нечем накормить. Как рассадить. Одни в контрах, другие здравия друг другу не желают. Да это политез. Надюш, а ты вроде как и не рада квартире. Столько ждали. Не знаю, мам. Ничего уже не радует. Так, соль. Где у нас соль? А с мужем так нехорошо. Ты же знала, за кого ты выходишь. Теперь терпи. Я сама терпела и плакала и страдала. Да мужчины, они же все как дети. Ты возьми нашего отца. Да знаю, мам. Ну, не могу больше. Вот сил нету. И Витьку к военному делу ведут. А у него характер не тот, понимаешь? А как же, у нас же династия. Это вон Надьку в генерала. Пожалуйста. Держись. Ну, шасси выпускаем. Мы на посадку. На посадку. Все. На посадку. Игры в лесу пошли смотреть. Все, дело вот так только надо. Ты, ты правда думаешь, мне здесь нравится с тобой на печи валяться? Пока вокруг старый мир рушится. Пока кровь льют. Ты что, взгляд тренируешь? Похоже. Надь, Надя, пошли тигра в лес смотреть, если ты нашла. Леночка, иди куда хочешь. Не мешай. Проходите, проходите. Здрасте. Осторожно. Сейчас за ножами вернусь. Проходите. Проходите. Иди сюда. Моя тёчка. Подожди, подожди, вот эту, отстань, нервничай, потому что, ну, мне будет шарик. Яршов, иди сюда. Мама, я сейчас встретил. Мама, я сейчас встретил. Так, мосёлые. Готовы? Заносим. Так, братья, братья там. Из дома офицеров. Туда новое заказали. А это в вашей поганини. Ч-ч-ч. Мама, пусть сыграют. Лена! Лен! Ребёнок стесняется. Она позже сыграет. Держи. Давай. Да, наверное, тигрята есть. Одного я себе возьму, а другого тебе отдам. Надь, и без полётов можно слежать. Он Тимка мой устроился. Спасибо, Леша. Хочешь, сделай чай. И Лешка-то мой. Да привыкнет. Тут уж главное, как ты поможешь. Кто бы мне помог и всему. Так. Да. Я тебя не узнаю. Что за настроение? Мы не напомним. За хозяев выбили. Все, 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 все. Объясняю. А она мне совсем все другое. Теперь предлагаю, чтобы московские важные гости не в сторонке сидели, а сказали бы нам всем тост. Тогда позвольте, может быть, я скажу. Николай Ильич мне доверяет. У нас с вами одна общая мечта. Чтобы больше никогда не было войны. Ты видишь, её нет ни во дворе, ни здесь. Эта дурюха и правда могла уйти в лес. Я маме скажу. Родителям ни слова. Пойдём. Ну и где твои тигры? Я домой хочу. Ты не бойся, Ярц. Если тигр, то я не мудак. Пахов! Лена! Лен! Лен! Точно она из-за меня. Лен! Лена! Чш-чш-чш! Туда! Лен! Дед? Дед! Ты чего? Ты чего? Схватились уже? Ну да. Мальчишку оставил Андрюшку. Ой. Куда они могли? Да ищем. Мы ищем. Дед, командуй, пожалуйста. Лена! Так. Куда дальше? Давай ты со мной туда. Вить, туда. Лен! Андрюша! Лена! Хорошая у тебя семейка, Терехов. Одна оторва, подросла, другая на вахту заступила. Надя, всё будет хорошо. Может, тебе заткнуться лучше? Или я за себя не отвечаю? Алексей! Надя, ты ж манец. Что ты сказал? А ну, стоять, Терехов! Спокойно! Спокойно, Леша! Спокойно, Леша! Ой, не надо! Спокойно, Леша! Тихо, тихо. А зря я тебя тогда пожалела. Мне жалость твоя, Ярцев. Как тюрьма. Ты не жалей меня, и я тебя жалеть не буду. Будьте как тюрьма. Будьте хуже, чем тюрьма. Тот одна уже богаделью решила у нас устроить. Так вот, я эту лавочку скоро прикру. Не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Матвей, что ты творишь? Матвей! Ой, Матвей! Вот они! Вот же они! Ничего-ничего! Все хорошо! Все целое. Так, немножко испугаюсь, и то больше молодежь, а не мальцы. Мама! Мама! А глаза-то у тебя, мамочка моя! Я теперь без тебя никуда. Смотри, корабль! Наши! Офицеры! 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 Синеглазенький! Синеглазенький мой! Не умирай! Не умирай, пожалуйста! Синеглазенький! Не умирай! Оба! Мама, они целуются… Это жуточка такая… офицером… Не подходи ко мне больше. Никогда. Ты видишь, что с детьми происходит? Возраст такой. И роли эти, как наружные. Витька в неё влюблён. А это никак нельзя, ведь он так думает. Он давно знает, что она ему не родная. Ну, так получилось. Дал слово, что будет молча. Нет, ну ты ж сколько времени они потратили на эти репетиции. Согласись. Удивительно. Как с такими показателями бы вам давали разрешение на вылет? И кто давал? Мы тоже разберёмся. Подождите, но я ж себя прекрасно чувствую. Нет, у меня были сбои, но всё нормализовалось. Или вы меня списать хотите, как хлам? Чувствую. Это не показатель для лётчика. Вот кардиограмма — это показатель. Можете кричать, скандалить. Но с боевой частью вам придётся попрощаться. Это вообще кто так решил? Да не зыркай, Терехов. Скажи мне одно. Если бы в самолёте твоя жена и дети были, а? Сел бы за штурвал? С риском кикнуться каждую минуту, когда сердце прихватит. Кто-то Ианова не сел бы. А других людей тебе, значит, не жалко? И сердце больное, и нервы не к чёрту! И что мы тут обсуждаем? Ну всё, пора уже. Всё, спасибо за приём. Надюш, мы как приедем, телеграмму отобьём. Вы не волнуйтесь. А молодёжь наш, чёшь? Не придут? Ничего. У них экзамены, пап. Ну, чё ж. Счастливой дороги. Ну, убереги себя. Кать, давай. И детей. Мужчина, проходите. Ваше место. Да, пожалуйста. Рассаживаемся, рассаживаемся по купе и сразу же готовим документы. Получаем бельё, завариваем чай. Я сейчас подойду. Коля, ты тут побудь. Я сейчас, на минуточку. Благодарю. Ну, я с ней работаю. Да, с ней работают. Ну, я с ней работаю. Угу. Угу. ЗВОНОК ТЕЛЕФОН ВОЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok